Продолжаем разрабатывать инструкцию по применению по всем зимним спортивным или просто развлекательным площадкам. И уже традиционно, наверное, в этом декабре у меня в гостях Андрей Кондратюк, исполняющий обязанности начальника отделения Института региональной безопасности. Добрый вечер. Андрей, ну про плюшки сегодня разговариваем. Насколько мне известно, достаточно спорный такой зимний инструмент досуга. Давайте поделимся, о чем стоит думать и о чем помнить, когда думаешь, что можешь покататься на плюшке. Да, с плюшками у нас есть несколько вопросов. Первый же вопрос в сравнении с другими средствами катания, что на них невозможно остановиться, их невозможно поворачивать влево-вправо, поэтому кататься на них необходимо только в специально оборудованных местах, потому что в ином случае, да, велика вероятность врезаться и получить травму. Кроме того, что они не могут остановиться, там еще и с торможением большие проблемы, в смысле, с управлением большие проблемы. С управлением, да. То есть повернуть плюшку, когда ты катишься со склона, практически невозможно. Да, у нее нет никаких средств управления, в отличие от тех же снегокатов, санок, которые можно повернуть. То есть здесь по какой-то территории она пошла, под такой и пошла. При этом ее можно начать разворачивать, перевернуться на ней вполне вероятно. Плюс нередки травмы даже позвоночника, то есть микротравмы позвоночника очень часто встречаются на плюшках. Вы сказали, что есть подготовленные трассы, давайте о них расскажем. Что должно быть на таком склоне, чтобы это занятие стало как можно больше безопасным? Ну, во-первых, должны быть бортики такие, чтобы разделять трассу, чтобы не ехали все в одной куче. Во-вторых, также должно быть в конце зона для торможения, где люди спокойно могут остановиться и уйти. Ну и должны люди следить за тем, чтобы не было такого, что поехали друг за другом и кто-то кого-то предавил. Особенно понятно, что 90-килогромовый мужчина, например, поехав вслед за ребенком, будет ехать быстрее и немал шанс раздавить его. Ну, плюшки продаются в магазинах в свободном доступе и люди их охотно покупают. Потому что я неоднократно на кассе видел. Может быть, какие-то советы для людей, которые наверняка едут на неподготовленные склоны. Что мы можем им порекомендовать для того, чтобы они обезопасили свое катание? Ну, во-первых, тут надо будет смотреть, чтобы на территории склона не было никаких деревьев, никаких выступающих. Желательно, чтобы не было каких-то определенных трамплинов. Это может казаться весело, но это может привести к травмам у нас. Опять-таки, если плюшку поднесет в дерево, там единственный шанс спастись, это спрыгнуть с этой плюшки. И, опять-таки, риск получить травму, он там велик будет. То есть, посмотреть, чтобы это была достаточно свободная трасса, расчищенная. И не ездить гурьбой, друг за другом цепляться, это тоже достаточно опасно. Сейчас есть плюшки, которые у нас рассчитаны на два человека, когда две камеры идут. Ну, такое спорное, конечно, решение. Тоже имеются риски друг на друга навалиться. Но меньше, чем когда вы цепляете одну плюшку к другой и едете, вот, как называется у нас, паровозиком, да? Вы сказали о том, что нередки травмы именно позвоночника. Почему так происходит? А потому что плюшка, она у нас достаточно сильно ароматизирует, подскакивает. То есть, и очень часто, если ребенок где-то неправильно наклонится, приземлится, то зачастую дети у нас могут жаловаться на боль в спине. И это вот как раз-таки один из возможных показателей микротравмы позвоночника. То есть, вроде не перелом, но в дальнейшем может вылиться в более серьезные последствия. Что в таком случае делать, если вот получил такую микротравму позвоночника? Необходимо обратиться в травмпункт, сделать снимок, там уже посмотрят, то есть, и назначить дальнейшие процедуры. Скажите, пожалуйста, вот как понять, что плюшка непригодна для катания? Ну, собственно, что у нас плюшка из себя представляет? Это у нас камера и чехол на эту камеру. То есть, прежде чем брать с собой плюшку, да, нужно осмотреть эту камеру. Она у нас резиновая, могут иметься на ней грыжи. Если имеется грыжа, то, конечно, ей пользоваться не стоит. Также, если имеются какие-то трещины резины, то также пользоваться не стоит, потому что в любой момент она может лопнуть, взорваться, и это будет малоприятно на большой скорости. Есть ли рекомендации по возрастным ограничениям? Для меня вполне очевидно и понятно, что в каком-то уже более осознанном возрасте нужно, если пользоваться тюбингом как зимним развлечением. То есть, ну, со скольки лет можно ребенку ее давать? Ну, каких-то прям четких рекомендаций нет, но здесь можно говорить про такую ситуацию, да, как у нас, скажем так, в аквапарках, и, в принципе, у нас при перевозке детей в автомобилях, когда рост, вес уже, то есть, ну, более-менее таких, хотя бы, там, 130-140 сантиметров, как бы, ребенок уже такой подросший, когда он уже немножечко может контролировать свое тело. Подросток? Да, лет 12. Если ограничения по количеству пассажиров поговорили, что одна плюшка, один тюбинг, почему именно этим обусловлено? Там в инструкции написано вес или рост, каким образом определить? Ну, инструкции веса, роста там не написано, но, исходя из вопросов безопасности, очень часто бывают такие ситуации, например, родитель, отец сел на плюшку, взял ребенка на руки, где-то что-то пошло не так, с плюшки вылетели, и взрослый у нас родитель, да, может придавить своего же ребенка. Я думаю, никому такого не пожелаем. Вы не сталкивались с тем, что вот случались подобные травмы? Как-то есть особенности перемещения, например, человека, травмированного на плюшке? Можно ли ее, например, саму использовать при оказании первой помощи? Ну, саму плюшку проблематично использовать, но на ней только человека тащить удобнее. То есть, в принципе, мы иммобилизируем у пострадавшего конечность для того, чтобы было комфортно, и человека везем. Травмы, да, случаются нередко. У меня моя мама получала травму, катаясь на плюшках, когда еще у нас на сопке были катания свободные. То есть, приятного мало. Ну, вот я тоже знаю несколько таких случаев у меня, и несколько знакомых прям получились серьезные повреждения, именно катаясь на тюбинге, но нужно, конечно, отметить о том, что было все это в неподготовленных местах. Наши места для катания, по вашему мнению, достаточно оборудованы? То есть, там соблюдены какие-то правила безопасности? У нас в Красноярске имеются такие места, как бы, то есть, парки для катания. Да, они платные, естественно, но, опять-таки, там безопасность, она превыше всего все-таки у нас. То есть, вы считаете, что при катании на тюбинге за безопасность лучше заплатить? Да. Большое спасибо, что подробно рассказали нам о таком народной забаве зимней сибирской, как тюбинг. Андрей Кондратюк, исполняющий обязанности начальника отделения Института региональной безопасности, был у нас гостем.